Я приветствую всех, кто смотрит сейчас мое видео. Меня зовут Демерлан Мюсаев, и я продолжаю информировать вас о ходе своей операции против некоторых высокопоставленных шведских чинов. Операции по принуждению их порядка. Сегодня 18 апреля 2017 года. Я нахожусь в Нидерландах. 9 месяцев прошло с моего прошлого видео, где я довольно подробно рассказывал, что я делаю и почему. Так вот, я буду идти по улочкам этого маленького городка и рассказывать вам, что произошло дальше. Значит, 9 ноября 2016 года, то есть примерно полгода назад, я пришел в полицейский участок в городе Амстердаме и заявил, что у меня есть информация о том, что в Стокгольме, в Макдональдсе, по такому-то адресу может произойти атака террористов. Я сказал, что у меня есть сведения, что туда направляются вооруженные люди с недобрыми намерениями и они прибудут туда минут через двадцать-тридцать. Полиция, переспросив меня несколько раз, не шутка ли это, и получив ответ, что конечно нет, все очень серьезно, передала эту информацию шведской полиции. Я уже был готов к тому, что через некоторое время я буду арестован и по запросу в Швеции отправлен в Стокгольм на суд, ну и на дальнейшую отсидку. Однако меня удивило то, что где-то через час, может быть полтора голландские полицейские отпустили меня. То есть они сначала вели переписку там со шведами, передали им данные моего паспорта, получили бумаги от шведов, что я уже дважды у них сидел за ложные сообщения о бомбе. Таким образом, шведы отказались запрашивать мои экстрадиции. И я, так сказать, разочаровался. Уже сумка была приготовлена для того, чтобы быть экстрадированным в тюрьму. Там лежали шахматы, CD-плеер, все дела. И вот так. Шведы говорят, он нам не нужен. Он хочет в тюрьму, он ее не получит. Ладно. Несколько месяцев спустя, а именно второго марта, то есть полтора месяца назад, я позвонил из Амстердама по телефону 112, это полиция, и сделал сообщение о том, что в самолете, который должен, согласно расписанию, вылететь минут через 10-15 из Стокгольма в Пхукет, это Таиланд, заложена бомба. Положил труппу, вытащил из мобильного телефона батарейку, и жду. Часа через три появились новости о том, что кто-то позвонил, сообщил о бомбе, и 300 пассажиров Боинга 777, которые уже чуть ли не выезжали на взлетную полосу, были эвакуированы, им потом предоставили другой самолет. В общем, была задержка на 1 час 10 минут, и тогда я написал в эту газету Автомбладит, шведская газета, что не кто-то позвонил, а я позвонил. Я назвал свое имя и сказал, что это уже не первый раз, что это четвертый раз. И я готов встретиться с журналистом и объяснить, почему я это делаю. Журналист мне ответил, мы с ним поговорили около часа, после чего я написал в полицию Стокгольма и в полицию Амстердама, что это сделал я, я нахожусь по такому-то адресу и готов сотрудничать со следствием. На следующий день ко мне пришли полицейские в Голландии, попросили мой телефон, я им дал, для того, чтобы проверить, действительно ли с этого телефона был звонок, или, может быть, я беру на себя чужое преступление, если это преступление. Проверили мой телефон, да, с этого телефона был звонок, пригласили меня на допрос. Я им сказал, что получил такую информацию, и как законопослушный гражданин был просто обязан предупредить полицию. Весьма скептически следователи отнеслись к моим показаниям. Они мне сказали, что знают уже мою историю, и что Швеция сказала, что там никакой бомбы не было, и что, в общем-то, они хотят обвинить меня в том, что это ложная тревога. Ну, что я им ответил, что Швеция может врать. Вполне возможно, что они нашли там взрывное устройство. Однако врут, что не нашли. Потому что, если они нашли, то я тогда молодец, герой, мой австралийт надо повесить в аэропорту в Стокгольме и дать мне премию, что я спас столько людей. А так они скажут, что мы не нашли, и он плохой, он, значит, издевается над нами. Короче говоря, эти следователи говорят, ладно, ты получил информацию от кого-то, и ты нам ее передал. Я сказал, да, я сделал именно так. Не мог ли ты назвать нам этих людей, и каким образом ты получил? Я ответил, мог бы, но только после предоставления мне государственной защиты. Ну, что они ответили? Хорошо, мы подумаем. Через два дня я получил бумагу от прокурора, где было написано, дело закрыто. То есть, невиновен. Но Швеция, которая обязана была возбудить уголовное дело и расследовать, потому что это все-таки интересно, получил я информацию или не получил, отказалась требовать меня опять. Таким образом, я остаюсь на свободе и утверждаю, что Швеция опять нарушает закон. Демонстративно, нагло. Если в прошлом видео я информировал вас о том, что она держит меня в тюрьме больше, чем у них написано в приговоре. Если вы помните, у меня был приговор там 9 месяцев, но меня не освободили, а освободили на 2 месяца позже, то в этот раз я сделал все то же самое, как и тогда. Меня даже не сажают. Это очень удивительно. И это означает, что они хотят еще. Мне, конечно, очень жаль пассажиров задерживать, но что я могу сделать? Наверное, я напишу видео для них, для властей Швеции, что, ребята, примите какое-нибудь решение эффективное, потому что сажать меня в тюрьму у вас было неэффективным, не сажать меня в тюрьму. Это тоже неэффективно. Может быть, мы все-таки вместе как-то найдем какое-то решение, проблему. Потому что то, что я хочу от них, по-моему, вполне, так сказать, выполнимо. Я ведь не прошу у них, как персонаж сказки Пушкина, быть владычицей морской, чтобы золотая рыбка была у меня на посылках. Я всего лишь хочу, чтобы они отвечали письменно на заявления, которые я им пишу. Я могу вам сказать, что, например, Россия отвечает. Я давно во времена правления Ельц написал заявление на имя президента и получал от администрации ответы. Я и Путин написал заявление, и получал ответы от администрации президента. Почему-то Швеция мне не отвечала. Ну вот. Такие дела. Знаю, что будет дальше. Пока вот. Я снова показываю себя. Ой. В общем, посмотрим, что будет. Всего вам хорошего. Прощаюсь с вами. До встречи.